Секреты с авангарда, о которых вы, возможно, не знали. Друзья, всем привет! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт! Поехали! Друзья, подписывайтесь на мою группу в ВК, где очень много Скайрима, а в будущем появятся древние свитки 6. Ссылочка внизу, подписывайся. Ну что ж, маленький секретик в сангарде, это то, что, когда вы смотрите в небо, вы видите символы. Ну вот, плохо, конечно, видно, но если мы зайдем в прокачку, то увидим точно такой же символ прокачки воина. Вот, смотрите, воин с топором. Вот, видите он? Если посмотрим дальше, то мы еле-еле увидим мага. Вот, его хорошо видно, рука, и здесь он. Класс! Также зелененького вора, хотя вообще как-то его плохо видно, да? Потихоньку перемещается. Смотрите, друзья. Вор? Вот он. Мелочь, но приятно. Локация хижина в Роке. И здесь, друзья. Да, здесь есть секрет. Нам нужна избушку. Заходим. И здороваемся. Привет. Нет, вы только гляньте. Еще одна городская крыса вылезла наружу. Мне 11, но я тебя легко завалю. Вряд ли ты здесь, чтобы поведать старику Фроки о своих так называемых богах. Мне 11, но я тебя легко завалю. Как тут приятно находиться. Друзья, если Фроки случайно умирает, вы его находите в Саунгарде. Как же здорово. Вы представляете, сколько персонажей после своей смерти отправляют сюда. А вы просто-напросто могли их не заметить. Пожаратель мира ждет в тумане. Ха. Но он не единственный, друзья. Что ж, Ульфрик, в этот раз ты не уйдешь. Хотите что-то попросить перед тем, как я отправлю вас? Да, друзья, если вы проходите войну за Легион до главного квеста, то тогда в Саунгарде вы встречаете Ульфрика. Скайрим был предан. Кровь его сынов пролилась в заранее проигранной битве против судьбы. Слишком поздно в смерти открылась мне истина. Кровью войны напиталась сила Алдурина, пожирателя мира. Бесполезная мудрость. Шутка богов. В этом тумане мы вместе в плену. Братья Бури и Легионеры. Мы лишились надежды и ждем лишь конца. Какой обалденный у него глаз. Ты знаешь дорогу. Я устал и не знаю пути. Но не только его мы здесь встречаем. Также здесь Галмар. Да Вакин, даже в смерти ты идешь за мной. Откуда ты здесь? Властитель этого царства изгонит тебя. Будь имя твое презренна и проклято всеми сынами Скайрима. Не, ну его можно понять все-таки. Не знаю почему, но многие пропускали верховного короля Торуга. Когда Ульфрик-буревестник диким криком отправил меня сюда, я сожалел лишь о прекрасный Элиссев, оставшийся рыдать в одиночестве. Я бесстрашно встретил его. От судьбы не уйдешь. Но честь я не запятнал. А может ли так молвить Ульфрик? Угу. Я не хочу жить в таком Скайриме. Рикки, можно обойтись без этого. Вы не оставили мне выбор. Ульфрик не хотел ее убивать. Грани настал. Не хотел. Хорошо, что я доверил. Хватит, пугнули. Хватит. Для тебя все кончено. Последние слова будут, пока я еще не отправил тебя в Обливион. Именно этого они и добивались. Кто добивался? Талмарцы. Но они заварили тут кашу. Заставили нас разделить стратегические ресурсы и бросить хороших солдат сюда, чтобы усмирить бунт. А-а-а-а! Хорошо! Готова! Элисив? Да, такая концовка будет, если вы войну пройдете за братьев буря. Элисив, за нее не волнуйся. Я послал своих лучших людей, чтобы взять ее. Единственное, очень жалко Рикки. Рикки. Она, друзья, должна появиться в Савангарде. Я ее искал по всему Савангарду, но так и не нашел. Условие того, что Норд отправится в Савангард, это славная смерть. Может из-за того, что она дралась за Империю, у нее как раз-то и не была славная смерть, друзья. Ваши мысли напишите в комментариях. Или просто у меня баг. Если вы проходите соратника полностью, то в конце вы помните, что вы освобождаете от Вервольфа, Кодлака, Белая Грива. Приветствую тебя, брат по оружию. Мы убили твой дух зверя. А вместе с ним зверя внутри меня. Когда я очнулся от хладных объятий смерти, злой Рок оставил меня. Впереди были чертоги Шора, о чем я всегда мечтал. Но теперь я скитаюсь, усталый и потерянный. Алдуин охотится на меня, как когда-то мы охотились на дичь. Тяжкая расплата за пролитую кровь. Да, друзья, вы его встречаете в Савангарде. Главный квест коллеги Бардов. Поджигай. На фоне мой сынок Ванюшек. Призрак, который нас сюда привел. Его зовут Свакнир. И песнь о короле Олафе. О, Олаф, охальник, одноглазый предатель. И этот одноглазый предатель, друзья, отдыхается в Аангарде. Да. Благодаря тебе освобожден Свакнир, дурной поэт, но достойный враг, который заслужил мое уважение. Увы, он ныне пленен в гибельном для душ тумане. Одолей Алдуина. Злой Рок отступит. И тогда я смогу приветствовать его в этом зале как друга. Вот так вот. Также мне очень непонятно, почему тут зажаренная голова быка. И еще одна уникальная нога зажаренная. Вот, зажаренная нога быка. Нельзя есть. Почему сделали так, как будто это отдельный уникальный декор, который можно получить только здесь, друзья. Если у вас есть ответы на этот вопрос, напишите, пожалуйста, потому что мне как-то странно. Также, друзья, тут можно встретить Юргена, призывателя ветра, учителя седобородых. Даже по его наряду можно сразу понять, что да, да, да. Мои ученики все еще идут по трудной дороге, ибо путь голоса ни широк, ни легок. Но если сойдешь с дороги мудрости, не вернешься уже в Соконгард. Здесь можно встретить из Грамора. Он заслужил свое место здесь и не заслужил стать жертвой ненасытного Алдуина. Единственное, не пойму, почему его сделали таким маленьким. Потому что по лору он должен быть огромным. За смерть и славу. Он должен двуручный топор держать в одной руке, а во второй руке огромный свой щит. Непонятно. Также здесь можно встретить Уфгара Вечного. Он хотел всю жизнь найти путь в Соконгард. Он жил еще во второй эре. Эра The Elder Scrolls III. Моровинт, по-моему. Со своими друзьями, у него три друга. Его друг Эрлендр, друг Хунрор и Никулас. И его друзей обманул один волшебник и превратил в камни в роще Брадира на Селцхеме. Сейчас туда можно отправиться, друзья. Потом он нашел этого волшебника и убил его. Отомстил за друзей. Потом, после где-то 500 лет прошло, что довольно странно, он встретил Нереварина. Да, того самого Сморовинта. И Нереварин рассказал ему, как ему попасть в Соконгард. Ульфгард, долго не думая, сразу вызвал Нереварина на бой. И вот он здесь. И вот, друзья, на Селцхеме роща Брадира. Три камня, три друга. Тихуга, обалдеть, что такая маленькая локация имеет такой лор. После смерти он тоже стал камнем. Четвертый камень. Но не пойму, почему здесь еще пятый камень? Может, это непосредственно сам Брадир? Друзья, кто знает, напишите. Между прочим, здесь есть еще уникальное оружие у босса. Это вот он. И оружие называется Штормовой Клык. И еще, кстати, мне рассказывали, что вот эти вот статуи за тобой следят. Куда бы ты ни пошел. Но, честно говоря, я не замечал. Ну, на этом все. Если вы знаете еще что-то интересное, пишите в комментариях. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы. Друзья, спасибо вам. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok